Обложка на паспорт Можно использовать кожаную обложку Главное, чтобы поверхность здесь была как можно больше гладкая Тогда нам будет удобнее делать наш декупаж Итак, в первую очередь нужно обложку обезжирить Обезжиривать можно любым спиртосодержащим средством Можно просто спиртиком, можно ацетоном Что у вас есть под рукой, то мы обезжириваем поверхность Так, поверхность мы обезжирили Сперва будем работать с одной стороной, потом с изнанкой Поэтому пока изнанку я не обезжириваю Ждем пока она высохнет И подготавливаем красочку Будем клеить мы рисуночек вот сюда Так, чтобы буковки остались Поэтому я подрезала максимально картинку Вот, и сейчас мы подрисуем белой краской фон Который у нас здесь будет Я беру белую акриловую краску Беру обычную кухонную губочку И начинаю прокрашивать поверхность Ту часть, где будет картинка Будем прокрашивать более интенсивно То есть здесь А там, где картинки нет Будем оставлять более воздушные следы Краски Так будет красивее Тем более, этот фон потом будет виден Поэтому стараемся делать такой переход От белого к черному Прикладываем Смотрим Смотрим, где интенсивнее прокрасить Где оставить более прозрачную дымку Смотрим 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 Продолжение следует... Так, оставляем обложечку сохнуть. Краска высохла, теперь покроем обложечку слоем акрилового лака. Делаем мы это для того, чтобы защитить краску от контакта с водой, потому что докупажную карту, эту переводную, мы будем замачивать в воде, то есть она все равно, пленочка будет мокрая, чтобы краска никуда не сместилась со своего места, мы положим слой лака акрилового. В данный момент я использую матовый акриловый лак, но это не столь уж принципиально, можно использовать и глянцевый, полуматовый. Это на работу никак не повлияет. Продолжение следует... Все, одного тоненького слоя, я думаю, хватит для того, чтобы защитить краску. Ждем высыхания лака, и будем переходить непосредственно к приклеиванию пленочки Фридекор. Теперь перейдем к приклеиванию докупажной карты Фридекор. Нам потребуется емкость с водой, вырезанный мотив, мы его опускаем в воду и ждем. Ждем, пока активизируется клеевой слой у пленочки Фридекор, и мы без проблем приклеим эту картинку на обложку. Нам не понадобятся специальные лаки, специальные клеи для приклеивания картиночки, так как мы используем пленку Фридекор, у которой есть свой клеевой слой. С помощью водички он активизируется, и мы сейчас с легкостью нанесем картинку на обложку. Проверяем пальчиками, трогаем. Если пленочка смещается с подкладочки, вот белой, значит картинка уже готова к приклеиванию. Теперь мы возьмем картиночку, подносим ее к обложке, смещаем вот так вот чуть-чуть пленочку, сместили и прикладываем на нужное место. И салфеточкой сразу же удаляем лишнюю влагу. Вот так вот легко снимается у нас в подложке эта пленка. И сразу же приклеивается. Теперь нам нужно убрать пузыречки воздуха, если таковые имеются. Разравниваем. Убираем лишнюю влагу, чтобы рисунок хорошо приклеился. Смотрим, чтобы везде у нас все прилегало плотненько, не было никаких пузыречков, складочек, чтобы все равномерно приклеилось. Вот картиночка готова. Теперь мы подождем пару секунд, чтобы если где-то мы пропустили воздух, он высох. Если где-то влагу мы оставили, чтобы она высохла. Вот. И покроем картинку слоем лаком. Берем опять-таки матовый акриловый лак у меня и наносим слой лака. Опять-таки тоненький, толстый слои наносить не нужно. Лучше нанести больше, но тоненьких. Так как тоненькие слои лака ложатся более равномерно, чем если вы будете наносить меньше, но толстым слоем. Вот. Ждем высыхания лака. После того, как лак высох, мы берем немножечко черной акриловой краски. Берем маленькую губочку и подкрашиваем обложку. Делаем более плавные переходы и уголки будем затемнять черным цветом. Ту часть, которую мы оставили, там где мы не работали, ту часть мы все равно прокрашиваем краской, потому что черный цвет, он тоже бывает разный, чтобы у нас не отличался цвет обложки от остального тона черного. Мы прокрашиваем ее всю в черный цвет. Делаем такую дымку, заходим прямо на тот белый цвет, который мы делали ранее и все это прокрашиваем. Дымку. Дымку. Продолжение следует... Продолжение следует... Я буду использовать стекловидный лак. Почему именно этот лак? Его советуют многие докупажницы, многие производители. Так как этот лак формирует особо прочную пленку на поверхности, которая защищает от атмосферных и механических повреждений. А также этот лак не ломается. То есть, если обложка мягкая, вот такие смещения, то этот лак достаточно прочно себя ведет. Он нормально реагирует на такие изменения и не трескается. Еще этот лак хорош тем, что он очень густой и формирует очень плотную пленку. И он сам выравнивается, поэтому не составит особых трудностей получить гладкую поверхность. Берем лак и наносим его на всю поверхность. Берем лак. И оставляем всохнуть естественным путем. После того, как высохла наша обложечка, весь лак высох, мы можем добавить чуть-чуть женственности при помощи вот такой вот пасты. Она с блестками такими. Называется глиттерная паста. Мы возьмем трафарет, прикладываем его в нужное место, берем пасту, берем мастихин и мастихином накладываем пасту. Трафарет можно закрепить при помощи малярного скотча или обычного скотча. Или же, если у вас рисунок небольшой, то, в принципе, можно придержать и руками. Вот так на все прорези ложим пасту. И выравниваем мастихином, чтобы потом у нас получился рисуночек в одной плоскости. Так, теперь протираем мастихин и аккуратненько поднимаем трафарет. Получается вот такой рисунок. Он блестит очень красиво, когда высохнет. Оставляем и ждем высыхания. Продолжение следует...